Датская елка Да, она выращивается специально для флористических композиций Для композиции нам понадобится кашпо, либо другой предмет, подходящий под ваш интерьер Композиция строится на флористической губке Она сохраняет влагу, таким образом мы продолжаем жизнь нашей елочки Такие крупные ветки нам не нужны, мы будем их разделять на более мелкие И обязательно низ веточки мы зачищаем Просто отрываем Постараемся крупные веточки ставить в бок, чтобы у нас была гармоничная композиция И главное, чтобы она была еще и симметричная Да, все верно И маленькие, и большие у нас главное, чтобы была такая набитая хорошая композиция И легкий беспорядок, творческий Да, да, да Нам нужно понимать, в какое место мы будем устанавливать композицию И с какой стороны у нас будет лицевая и тыльная части Все верно Если она будет стоять на столе, то лицевая часть будет посередине Если будет где-то на комоде или возле стенки То, естественно, лицевая часть с той стороны, которая обращена на гостей или на вас На данном этапе мы немножко останавливаемся с елочкой И добавляем в нашу композицию Основу это свечи Уже цвет говорящий Мы делаем композицию в цвете программы Доброе утро Приднестровья Поэтому вот такой вот сочный апельсиновый цвет Но, в принципе, зеленый смотрится довольно неплохо Да, очень ярко Устанавливаем все так же в флористическую губку Движения обязательно должны быть четкие Чтобы не раскачивали Да, один раз поставили и все Что еще можно использовать в качестве дополнительных декоративных элементов? Если и зелени То есть, конечно, основа у нас елка Но еще можно использовать эвкалипт Он отличается также ярким ароматом У него и другая текстура и фактура И оттенок тоже другой Это создаст и объем Объем и более воздушность композиции Такие веточки тоже окрашены в цвет вашей студии Также создают воздушность композиции Также характерным элементом зимней композиции является, конечно же, шишка Ее крепим мы на проволоку За нижний ряд продеваем Если есть веточки еля, должны быть и игрушки Конечно У нас маленькие, да? Потому что для композиции они подходят идеально Небольшие, громоздкие Но, в принципе, наверное, акцент Если это будет новогодняя игрушка Можно большие несколько тоже в центр установить, правильно? Все зависит от размера композиции и от ее формы Но еще в этом деле важно вовремя остановиться и не переборщить Да, то есть композиция у нас должна быть гармоничная, не наляпистая Также, какая же зима без снега Мы можем добавить искусственным снегом в нашу композицию Делаем небольшие акценты на крайних точках нашей композиции Наша композиция завершена Уже такая проделанная работа настраивает нас на зимнее, новогоднее волшебство Обязательно рекомендую, чтобы почувствовать эту новогоднюю атмосферу Ну а поддерживать ее в должном и первозданном виде можно тоже довольно просто Поливаем губку, периодически увлажняя ее И опрыскиваем нашу зелень, неживую Ну а мы, наконец, можем почувствовать себя настоящими волшебниками И увидеть, как будет смотреться эта новогодняя композиция в нашей утренней студии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok